Для мужчины отношения вообще не начинаются ни с секса, ни с эмоциональной близости. Они начинаются для него с решения. Как думаете, секс начинает отношения? Несмотря что называете вы отношениями, да. Под словом отношения подразумевают разные вещи. Например, для женщины чаще всего отношения это чувство приязни, симпатии, движения к любви. То есть, это такая эмоциональная близость. Под словом отношения женщина подразумевает эмоциональную близость. Ну и очевидно, что секс это не из области эмоций. Если вы хотите эмоциональные отношения, то нужно начать открываться друг к другу. То есть, доверять. Начать доверять. Поэтому секс для эмоционально близких отношений не является слишком важным. Для мужчины отношения вообще не начинаются ни с секса, ни с эмоциональной близости. Они начинаются для него с решения. Он сам для себя решает. Что именно с этой женщиной он будет строить отношения. Ну то есть, для мужчины отношения означает ответственность. Когда мужчина говорит, я строю отношения с этой женщиной. Он говорит, окей, за этой женщиной я буду ухаживать. Я буду ее защищать от хулиганов. Я ей буду давать денежки на цветочки, на чулочки, на колготки и так далее. То есть, я буду к ней бережно относиться. Я ей буду советовать, что нужно. То есть, буду ее опекать. Я буду, чтобы правильно. Жизни учить. Жизни буду учить. Когда вас мужчина начал учить жизни, значит, он взял за вас ответственность. Потому что, если он вас жизни не научит, нахрен вы ему нужны. Вот так вот. Если мне на тебя наплевать, то я тебе ничего не буду учить. Ну да, я ничего тебе советую. А если я тебе советую, настаиваю, что вот это лучше, значит, я чувствую ответственность. Хочу, чтобы ты была лучше. Я говорю, похудей. Научись готовить. Значит, я как-то чувствую ответственность. Поэтому, вообще, есть трехкомпонентная теория любви Стенберга. Где под любовью он подразвивает три составляющих. Первая – это страсть, собственно, секс. Вторая – это дружба, эмоциональная близость. И третья – это ответственность. Это вот как раз на уровне ценности. Я считаю, что там должен быть еще четвертый компонент. И тогда он укладывается в мою концепцию четырехчастную. Это отношение на физическом, эмоциональном, интеллектуальном и духовном уровне. А финансовый куда? Финансовый – он дополнительный, да. Но это уже такой уровень, скорее всего, ответственности там. То есть, смотрите, отношения могут быть на физическом уровне, на уровне секса. Это просто секс. То есть, он физиологический. Ну, вот, например, мужчина идет к проститутке. Он с ней переспал. Но он не считает это отношениями. Это просто физиологическая близость. Поэтому мужчина может вас уговаривать. Может за вами ухаживать. Он с вами переспал. На утро он пропал. А вы думаете, что у вас отношения. То есть, вы думаете, что если вы переспали с ним, то у вас начались отношения. Поздравляю, Шарик, ты балбес, да? Как говорил кот Матроскин. Вот. Послушать это почаще. Вот. Нет. Нет. То есть, для мужчины секс не означает отношения. Вот. Когда возникает эмоциональная близость между мужчиной и женщиной. Ну, чаще всего. Ну, бывает так, что эмоциональная близость возникает и до секса. Когда... Но это возникает чаще, когда вот возникает интеллектуальная близость. Вот когда мужчина чувствует с женщиной, что они, ну, как бы дружат. То есть, на интеллектуальном уровне у них близкие воззрения. Тогда он чувствует интерес к ней как к собеседнику. И когда он начинает делиться, да. Когда он начинает делиться с ней. И она начинает его поддерживать эмоционально. Вот тогда у них возникает отношение на интеллектуальном и эмоциональном уровне. Но. Опять дальше, в глубину, мужчина пойдет только после секса. То есть, он сначала будет строить вот такую близость. Интеллектуальную, эмоциональную. Потом будет секс. Потому что, ну, мужчине зачем строить отношения с женщиной, если не спать. Ну, какой смысл, да? Это как будто вот завести лошадь, кормить ее и на ней не ездить никуда. Ну, извините, что я так вот. Давайте короткий ответ. Как думаете, секс начинает отношения? Для мужчин нет, для женщин часто да. Да? Наоборот. Наоборот. Ну, почему женщины часто думают, что после секса вот начались отношения? Ну, не для женщин начинает. Для женщин нет, скорее всего. Для мужчин, отчасти могут быть, для не очень сознательных мужчин, секс может быть отношением, начало отношений. Но чаще всего нет. Вот. Хотя большинство, ну, тех семей, которые сейчас существуют, они как раз начинали сначала с секса. Сначала секса, секс, секс, секс. А потом мужчина говорит, окей, ну, раз у нас с ней секс, ну, не пожить мне с ней или подольше. Вот. Но вообще отношения начинаются для мужчины с уровня ценностей, когда он понимает, что я хочу с этой женщиной быть вместе, я ее буду защищать. А ты как думаешь? Для тебя секс, наш секс, начинались отношения с сексом или нет? Нет. Нет. Я не видела, что это, ну, просто, что это отношения прям. Нет. Наш первый секс не был отношениями? Ты же хотела отношений. Хотела. Когда соглашалась на секс, ты же хотела отношений. Ну, мы же все хотим. Вот. Понимаете, женщины сначала думают, что у них есть отношения, и поэтому они соглашаются на секс. Они не соглашаются на секс без отношений. Ну, соглашаются иногда. Для женщины отношения начинаются тогда, когда она сама решила. Но иногда женщине хочется просто разрядки. Такое бывает. Такое бывает, очень редко. Тогда женщины используют мужчину. Мужчина об этом только и мечтает. Все мужчины думают, что таких женщин очень много. На самом деле достаточно много. Достаточно мало. Просто покажи мне их в следующий раз. Поздно. 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 Поздно.